Они помогут вам объяснить, чем вы лучше конкурентов. Я автор трех книг, копиратель, как не съесть собаку, email-маркетинг, исчерпывающий руководство, продающие тексты, модель для сборки. Все они так или иначе касаются текстов. И сейчас то мероприятие, то выступление, тема, о которой я буду говорить, она тоже связана тесно с текстами, то есть с любой рекламой. Поэтому первый вопрос к вам. Можно сейчас кричать с места, не обязательно ждать микрофона. Сейчас такой экспресс-опрос. Вы чаще всего какого рода рекламу создаете, какого рода тексты пишете? Для продающих страниц, для радиороликов, для чего угодно. Вот просто все, что в голову приходит, вы скажите. Сайты еще. Рассылка еще. Тексты для комплексных решений расположены где? Посланий, постов, объявлений и так далее. Отлично. Ну давайте. Тогда я сейчас возьму флипчарт и немножко с вами порисую, чтобы все это уложилось. Хорошо? Вы не против? А давайте я, если там как-нибудь к вам обращаюсь, вы... Я понимаю, что сейчас, что у нас, вторник, да, вчера был ливень. Ну там да, так да, а так нет. Ну чтобы я понимал, что вы где-то согласны со мной, где-то не согласны. Можем мы так договориться? Да? Супер. Ну только можем же, да? Обычно, когда к какому крылу рядом стоишь, такое и кивает. Поэтому я буду двигаться по сцене. Лайков тут не дождешься, поэтому кивки буду считать. Ну если мы говорим про продающую страницу, да, то она начинается у нас чем? Ну где те самые смельчаки? С первого тренера? С заголовком. Дальше. Дальше. Ну, кстати, заголовок, потом подзаголовок, потом есть даже надзаголовок. Дальше. УТП там было, кто-то сказал УТП. Ну то есть некое сообщение клиенту. Ну то есть такой короткий вариант продающей страницы. Назовем это УТП, либо оффер, как угодно. В котором мы объясняем и заявляем человеку, что именно мы ему предлагаем. Ну купи у меня это, закажи билеты на битрикс идею, купи последний билет в первый ряд в вип-зону. Вы же платное же, да, мероприятие? Такие напряглись, блин, неужели будут деньги брать? Потом будут, будут, да. Ну то есть вот здесь мы в трех-пяти предложениях, в трех-пяти строках заявляем клиенту, что мы ему предлагаем, и дальше весь оставшийся текст, мы доказываем это обещание. Это есть и продающая страница. Если радиоролик, видеоролик, ролик в интернете, продающее видео, то оно зачастую вот из этого блока и состоит. 30 секунд, 15 секунд видео по телеку щелкать, и что там, там же это именно это. Защити свою печень, принимай по две таблетки три раза в день. Защити свои волосы, сделай их шелковистыми, пушистыми. Вот оно здесь, да? Пока понимаете, где мы? Соответственно, для написания вот этого самого оффера, который ляжет в основу и текста продающей страницы, и ролика, и объявления, и поста, и чего угодно, важно помнить о формуле. Ну то есть копирайтинг, он традиционно считается, что это некий поток сознания, вызванный эмоциями. Вот пришла муза и сел писать текст. Но не совсем правильно. Есть четкие формулы, которые помогают писать быстрее и проще. Первое, и та самая, о которой я сейчас буду говорить, это формула оффера, да? Он обязательно начинается глаголом. Затем что? Я предлагаю это вариант оффера номер один. А затем свое УТП раскрываю. УТП что такое? А другими словами? А другими? А еще? Отличие. Мое отличие от конкурентов, мое преимущество, моя сильная сторона. Почему это нужно заказывать у меня? То есть купи фломастер. Его особенность в том, что он с феромонами. Насыщен феромонами. Я мажу, рисую и млею. И так далее. Есть вариант. Главный глагол. Сейчас мы обращаем ваше мнение. Глагол и то самое УТП. Формула оффера номер два. Она тоже, тоже оффер начинается с этого глагола. Но только после глагола идет не что я предлагаю, а выгода для клиента. То есть как его жизнь изменится? Избавься от головной боли, принимая 2-2 таблетки 3 раза в день, и их особенность. Да? УТП. Что? И УТП. Так коряво пока понятненькие эти формулы? Могу двигаться дальше? Соответственно, нам же надо объяснить, а люди же так просто, они не устроены, они всегда, вы, мы, я, ты, мы всегда сравниваем предложение, которое нам идет в рекламе, с чем-то. С тем, что у нас есть, с тем, что я уже использую, с тем, что я использовал ранее, с тем, что проверенным. И вот в этом части оффера, который называется УТП, ну здесь в наших, в моих каракулях, в наших формулах, мы здорово, чтобы объяснили отличие моего предложения, от тех аналогов, с которыми клиент нас сравнивает. То есть отстроиться от конкурентов. И сейчас плавненько перейду к презентации. Пока понятненько. Двигаемся дальше. Какой объем там оффера? 3-5 предложений, каждое предложение размером в строчку. Не больше, потому что я же тоже писал когда-то сочинение, я тоже могу написать 18 страниц в одном предложении, но это же будет совсем не то. Человек же не будет их читать. Итак, соответственно, объяснить, чем мы лучше, мы можем использовать все эти приемы. Так как у меня всего лишь 30 минут, я выбрал некоторые, которые чаще всего используются и вам пригодятся. То есть объяснить, чем я лучше конкурентов, вот в той части оффера, которую мы сейчас разобрали. У вас же, конечно, на рынке есть лидеры, которые мешают. Вот если бы не было этих лидеров, то мы бы вообще захватили бы мир. Но они есть. Поэтому как вариант отстройки от конкурентов мы можем строить, отталкиваясь от лидера, от некой известной компании и показывать клиенту, зачем вам покупать дорогущие, эти сложные решения, когда есть мы, такие же как лидеры, только какие-то другие, только лучше, дешевле, проще и так далее. Соответственно, да, какое из нашего оффера, из нашего все рекламного послания, что человек понимает? Покупай у меня, я выгоднее, лучше, чем лидер, потому что без последствий, без побочных эффектов, без неких негативных сторон, с которыми связано обращение к лидеру. Ну, какие чаще всего побочные стороны для клиента обращение к лидеру несет? Дороговизна еще. Всякие бюрократические проволочки. Это не напрямую, а надо пять менеджеров пройти, дождаться, в очереди подождать. Еще. Безликая компания, гигантский холдинг. Стучишься, тебе опять здравствуйте, объясните вашу проблему. Объясняешь, тебя переключают, здравствуйте, объясните вашу проблему. Ну и так круги ада посещаешь. Соответственно, на чем здесь строится этот прием отстройки? Мы находим некий общий признак, который есть у меня и есть у лидера. Раз. Он играет, тут критерий тот самый, критерий выбора. Он играет одну из важных ролей при выборе, при покупке. Я показываю, что это есть у меня, зачем вам переплачивать, мучиться в очереди, стоять и так далее. Что у нас может быть с лидером общего, у вас с лидером общего? Может быть общие технологии и знания, раз, может быть результат, такой же, как если обращаешься к лидеру. Может быть аналогичное оборудование, сотрудники, либо другие признаки. Сейчас все это разберем, разные примерчики посмотрим. Пока в голове вот, ну, эта структура есть, это где все отражается? Это варианты. Или, 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 и мы говорим об этом где? В том самом оффере, в той самой строчке в УТП. Да, совершенно верно. Браво, бонус на первый ряд. Какие у нас общие технологии могут быть? Ну, посмотрите, то есть технологии зачастую, они же не из вакуума берутся. Мы проходили такое же обучение, я работал в таком же бюро, например, да, какой-нибудь человек, который ушел из известного рекламного агентства, да, я такой же, я провел 10 лет в этом известном рекламном агентстве, все технологии, знания, навыки перенял, зато дешевле, зато у меня нет гигантского офиса, накладных расходов, поэтому вы получаете тот же самый результат, все то же самое, но только дешевле и проще, и быстрее. Какие еще могут общие технологии в продуктах питания? Да, пожалуйста, ГОСТ. То есть ГОСТ, те самые наборы стандартов, которым должен соответствовать продукт. Если у меня масло по ГОСТу, у вас масло по ГОСТу, то о чем здесь речь, да, все, у меня, если оно одинаковое внутри, то дальше одна еще упаковка, об этом можно тоже намекнуть и сказать. Но с появлением санкций, с введением санкций расцвело наше отечественное сельское хозяйство, то в частности сыроварни, и вот здесь такой пример, да, отстройки от тех самых лидеров, что маленькое ремесленное производство, в отличие от крупных заводов, осознанное по образцу традиционных европейских ремесленных сыроварен, то есть зачем на себе вести контрабанду из Франции, Бельгии, Италии, когда вот, пожалуйста, там всякие частные сыроварни, вот то самое, а зачем переплачивать, когда все те самые технологии, они мной используются. Это мы общие технологии разбирали, да? Следующий подход, объяснение, что у нас с лидером общее что-то есть, поэтому зачем вам переплачивать за побочные эффекты, это результат. Этот прием используется активно в рекламе препаратов, например, компания ТЭВА так и говорит, ну, помните эти ролики с близнецами, когда у нас болит голова, мы с моим братом принимаем вот такой, он пьет такие дорогущие таблетки, я коньяк. Зачем переплачивать? Вот то же самое, две женщины, два близнеца, принимают от аллергии одно и то же, эффект у них одинаковый, но у одной дорогой препарат, у второй подешевле препарат, вот та самая, есть реклама, зачем вам переплачивать за дорогие, за дорогие препараты, когда есть решение подешевле. Та самая классика жанра порошок Дося, помните, Вася стирает дорогим, Женя стирает подешевле, брюки отстирались одинаково, зачем переплачивать? Вот тот самый подход, который вы здорово в том самом оффере, в том самом УТП раскрыть можете запросто. То есть у нас могут быть с ним общие технологии, мог быть общий результат, который достигается какими-то нашими подходами. Следующий шаг, у нас может быть аналогичное оборудование, как у лидера. Зачем тебе терпеть все эти унижения и недостатки, когда у нас все то же самое? У меня во дворе, например, сервис мерседесовский, неофициальный, но они заявляют в своей рекламе, что у нас норма часы все те же, сотрудники, бывшие сотрудники официального дилера, оборудование все тоже, диагностика проводится так же, лакокрасочные камеры такие же, ну и зачем тебе ехать к официалам, говорят они, в рекламе обещают стоять в очереди, переплачивать, когда у нас все то же самое, только дешевле. Вот тот самый прием, подход. То же самое можем с одинаковыми сотрудниками, они прошли обучение, такие же сертификаты на рынке SEO, на рынке продвижения, на рынке агентств рекламных, ну посмотрите, вспомните, что каждое агентство говорит и указывает примерно одни и те же сертификаты, чего сертификат Google, сертификат Яндекс.Директа и так далее, вот все это оно примерно в эту сторону. Какие другие признаки у нас могут быть? Любые, те, которые так или иначе с лидером могут нас связывать и роднить, ну совсем здорово, если этот признак как-то влияет на результат, либо на эффект, ну либо эмоционально. Например, отечественный производитель вина говорит, что наши виноградники, они расположены на широте Бурдо. Ну соответственно, зачем вам вино Бурдо, когда вот даже зачем переплачивать? То же самое говорит турфирмы, которые продают, это так больше на китайский рынок ориентирована реклама, но в том числе и для россиян тоже такое бывает. Зачем вам гавайские острова, когда есть Хайнань? По климату та же самая широта, по уровню оснащения, курортов, благоустройств, все то же самое, но только ближе и дешевле. То есть основная реклама это именно китайцев убеждает, зачем вам пилить через весь океан на самолете, когда вам рядышком рукой подать и дешевле, и проще, и ближе, и все свои. Вот здесь то же самое. Ну вспоминайте рекламу пива, у нас тот же самый немецкий хмель, как у них, как и в Мюнхене, как и в Баварии, зачем вам ехать на Октоберфест, вон когда вот тут из крана мы вам все это нальем. Двигаемся дальше. Все пока понятненько. А не обижайтесь на слово понятненько, а то как-то мне сказали, что вы у нас так пренебрежительно к нам относитесь. Боже мой, упаси, о чем вы? Наоборот, это уважение. Какие здесь есть особенности? Лидеры называть совсем не обязательно. Посмотрите, что сейчас делают. Очень интересная реклама теледва. Если вы вслушивались в те слова, которые они в роликах произносят, они же нападают в своей рекламе на большую тройку. На Мегафон, МТС и Билайн. Но там нет вообще ни слова о других операторах. Более того, там так построен ролик, что он безликий. Минуты сами теряются, мегабайты пропадают. То есть никто-то их уменяет. Деньги списываются. Такие хитрые обезличенные конструкции. Ну вот попробуйте тогда, зачем вам мучиться где-то, когда. И поверьте, никакой лидер не будет вам какие-то чинить припоны. Ну и более того, повод это нет, вы же его не называете. К чему можем подводить клиента в нашем оффере, в нашем послании, рекламном коммуникации? Во-первых, момент первый – это цена ниже. Сэкономь. Обращаясь ко мне, ты экономишь, но получаешь тот же самый результат, тот же самый эффект, тот же самое. Зачем ты можешь обращаться к лидеру? Мы можем говорить, что цена такая же, как у лидера, но мое предложение лишено подводных камней, без очередей, без побочных эффектов. А можно даже говорить и подороже, что у меня дороже, чем где бы то ни было, чем если ты обратишься в крупную известную компанию. Потому что, ну, не совсем понятные такие люди, которые заказывают такие туры, но есть такие, да, и все вы знаете. Так, чтобы русская речь, не дай бог, не звучала в радиусе, ну так доплачивай, пожалуйста. Говорят представители турфирм, да, и люди охотно, охотно за это доплачивают. Как это все делается? То есть это прием от стройки, от лидера, от крупноизвестной компании. Более того, на ее фоне очень здорово все это делать, потому что лидер вкладывает гигантские усилия и средства в продвижение, и мы на его активности паразитируем. Есть отдельный приемчик, такой разновидность здесь в отстройке от лидера, когда мы все понимаем, что у наших компаний есть слабости, и мы на этих слабостях своих их можем превратить в силу. То есть да, они делают быстро, мы основательно. Вариант первый, когда мы бьем в слабость лидера и какой-то его критерий подаем как слабость, а у них стажеры, у нас сам директор делает, да? Например, однажды мы писали текст для компании, которая поставляет айфоны, привозит каким-то непонятным способом в Россию их, но неофициально. И зачем вам, там такой посыл был в тексте, зачем вам переплачивать за Ростест телефоны, когда эти айфоны соответствуют таким же, либо даже более строгим стандартам евротест. Они куплены во Франции, в Германии, в Финляндии. То же самое, тот же самый тест, только подешевле. Ну, зачем вам это доплачивать за это на наклеечку. Рекламу, которую я увидел как-то в магазине аж затрясся. Яйцо куриное, маленькие, зато от молодых курочек. Что такие крошечные? Ну, так и их молоденькие курочки несли. То же самое вы знаете про яблоки. Если яблоко червивое, значит, оно без нитратов, без химикатов. Что оно такое гнижухлое и маленькое, здоровое, натуральное. Соответственно, вот тот же момент. Мы можем вбить в слабость конкурента, мы можем свою слабость подавать за преимущество, за силу. Когда вы захотите свою слабость как-то преподнести более важно и премиально, вам поможет вот эта формула. Да, у нас есть некая слабость, зато это сила. Ну, вот то, что яблоки гнилые мелкие, яйцо маленькое, зато от молодой довольной курочки. Здесь важно, очень важно, когда вы свою слабость будете называть, не называть ее негативными словами. То есть, ну, давайте немножко искать. Который сейчас час вы мне расскажете? Без десяти. Ну, у меня же еще полтора часа. То есть, признак слабости традиционно считается, что слабые стороны нужно называть негативно. То есть, мы затягиваем сроки, зато делаем это с любовью, мы там проваливаем результаты, мы профукиваем ваш бюджет, зато на века. Ни в коем случае, нет. То есть, те негативные слова, которые первые рождаются в вашей голове, о ваших, негативных, слабых сторонах, нужно подобрать более аккуратные, нежные слова. Но не проваливаем сроки, мы делаем основательно, мы не профукиваем бюджет, а мы детально вкладываем инвестиции. Вот здесь старайтесь более позитивно все эти формулировки подобрать, и тогда эта формула будет очень здорово работать. Ну, либо, да, либо атакуем слабую, откровенную, откровенный недостаток лидера и говорим, что в отличие от лидера мы, у нас такого нет. Ну, вспоминайте эту рекламу Тинькофф банка, когда он атаковал крупные банки, что не надо идти в очередь, не надо без правок, и визита в банк, оформить кредитную карту. Вот тот самый вариант оффера, который начинается глаголом, который всего занимает одно, несколько, два, три, четыре предложения, без правок и визита в банк. Вот без того, без негатива, без недостатка, ну, или продолжение такой рекламы, да, где все вложения зачищены, зато некоторые растут намного быстрее других. Презентацию я вижу, вы записываете, фотографируете, если хотите ее получить сегодня, ну, завтра утром, да, потому что сегодня до вечера вы будете высылать смс, пожалуйста, на этот номер высылайте смс с вашим электронным адресом, я вам вышлю ее без купюр. Теперь давайте минуточку буквально. Ох, я не думал, что вы, я думал, вы спите. Я могу двигаться дальше? Это самый важный слайд. Боже мой, это никогда я не испытывал такого восторга. Где еще твой номер телефона? да. Ну, если вы напишите там адрес электронный свой, да, если что-то другое, нет. Теперь давайте вот прямо сейчас та слабость ваша, которая вам в голову приходит по этой формулировочке про себя за 20 секунд придумайте, что это сила на самом деле. Мы, да, мы такие, зато, ну, смело, откровенно, давайте, себе в памяти придумайте. А кто захочет поделиться, прямо сейчас может поделиться. Есть смельчаки? Зато? Зато что? Зато вы получаете индивидуальный подход. Да, еще? Еще? Мы молодые и гибкие тогда уж, то есть вот эти, но их как бы мозг, казалось бы, не, сейчас я вижу вашу руку, сейчас не воспринимает, но подсознание его все-таки обрабатывает, поэтому лучше а и и, но заменять на а и. Мы молодые, а вместо маленькой я бы назвал бы компактная. Мы компактная компания. мы им, мы им, ну, а, и дальше. Да, там, да, ну, экономить, да, отлично, еще? Мне не нравится слово дорого здесь. Если вы замените его на более статусное, пафосное слово, тогда это, ну, как-то дорого, слишком богато, да, роскошно, богопафосно, ну, вот здесь подобрать вот это слово, потому что дорого, оно уже несет некий негатив. Есть еще добровольцы? Двигаемся дальше. Ну, а то, что вы не сказали, это останется с вами. Вы унесете это с собой. Давайте дальше. У меня же 5 минут, да, осталось? Который час? Там время на слайдах, ты можешь внизу видеть, он там. Давайте вот это я вам расскажу. Есть отдельные компании, отдельные люди, которые говорят, слушай, я хочу вот как бы сделать так, чтобы мне в рекламе можно было про себя сказать, я самый лучший, я самый-самый лучший, но, к сожалению, закон о рекламе запрещает такие формулировки, там определенные ограничения накладывает. Для того, чтобы это сделать, давайте рассмотрим несколько таких приемов рекламных подходов, которые крупные компании используют, так почему же и нам это не поиспользуют? Ну, слово пожалуй, да, пожалуй, самое лучшее пиво в мире, пожалуй, самое лучшее рекламное агентство, пожалуй, самая лучшая компания. Второй подходик такой есть, это, ну, реклама Альфа Мобайл, в рекламе, в метро, вам сказать, что наше приложение, лучшее банковское приложение для вашего мобильного, но это противоречит закону о рекламе. Это вот вторая часть для юристов, для ФАСа. Пожалуйста, реклама кальянов, официальная реклама кальянов запрещена, поэтому ее здесь не будет, подробности внутри, в магазине внутри. Да, и ведь библиотека. Ну, и такой, давайте, рассмотрим, в Москве это, я как-то шел, и такой, нельзя по закону сказать, просто написать самый лучший. Обратите внимание, игра в шрифтами, размерами, да, но в дом самый лучший, это вот можно помельче, нельзя по закону просто. Ну, как-то вот висел щит и висел. Висел и висел. Здесь что-то, надо с юристами этот вопрос обсудить. Я вот хочу о чем сказать. То есть, это часть презентации о том, что не всегда стоит вот прямо так слепо, да, попробуйте обсудить с юристами, а эти вот примерчики вам помогут с юристами поговорить предмет. Но, опять же, повторюсь, если презентация, то хоть и там у меня еще был по показателю, по отстройке через показатель, но, к сожалению, время уже поджимает, поэтому, это для самостоятельного изучения вам будет. Презентацию запрашивайте, получите, и я вам ее все вышлю. Если какие-то вопросы остались, либо возникли, я с удовольствием отвечу в те отведенные 20 секунд, которые у меня есть, либо вы можете их по электронной почте мне задать, я с удовольствием на них отвечу. Только не забудьте сказать, что вы Bittrex идея, пароль Bittrex идея, тогда я с удовольствием отвечу. Потому что часто бывает там, слышь, вопрос вот у меня возник. И вам тоже такие письма приходят. Слышь, дай в долг. Спасибо большое. Пусть ваши тексты, пусть ваши рекламы продают. Давайте Дмитрию поаплодируем. Спасибо большое. У нас есть еще пара минут на вопросы. Вопросы у кого есть? Поднимайте руку, подойдем с микрофоном слева и сюда. Представляйтесь, обязательный вопрос. Добрый день, меня зовут Павел, хотел попросить вас прокомментировать. Есть реклама жилого дома, он называется «Дом у фонтана». И они пишут, остальное не фонтан. Привлекательный, запоминающийся, но хотелось бы профессионального комментария, насколько вы считаете применим такой ход и корректно. Павел, спасибо за вопрос. Я признаюсь, я не видел этой рекламы. Где-то, по-моему, может быть, сейчас вспоминаю, может быть, краем глаза где-то видел. Ну, такой подход, где используются известные фразы, слова, высказывания, цитаты, он есть, и он такой вполне распространенный. Мне ближе, давайте я так скажу, мне ближе реклама, в которой копирайтер не заигрывается словами ради игры, а когда это просто раскрыто преимущество там жилого комплекса, колбасы, сыра, проектора, всего чего угодно. Я долго в начале своей карьеры работал копирайтером именно в агентстве, у нас были крупные федеральные бренды, и есть такое желание сделать фестивальную рекламу за счет бюджета заказчика. Так а что, у него бабоши-то водятся, давай тут хитро так закрутим, чтобы на фестиваль ее подать. Когда ушел и стал уже сам работать, то подход тот я помню, и я бы просто попроще бы что-нибудь написал в этой рекламе. Возможно, стояли такие задачи перед создателями. Если рассматривать это в качестве примера, то не стал бы я так писать по поводу не фонтана, а попроще серии квадратный метр всего, там сколько-то, либо три комнаты по цене двух, кухня в подарок, ну как это часто бывает. Играл бы на этом. Спасибо за ваш вопрос. Еще один вопрос можно задать. Есть желающие? Вашу формулировку. Да, мы слабые. Тогда вопрос от ведущего. Какое самое классное, уникальное торговое предложение ты видел, которое прям вот тебя впечатлило в любом бизнесе? У меня… Я вообще, несмотря на то, что такой профессионально деформированный человек, я во всем вижу какое-то второе дно, подвох, хитрости. Меня подкупают подарки. То есть когда есть все, что угодно, в словах «подарок», бесплатно вы получаете, я на это ведусь. Самое лучшее это было, когда я пошел в магазин за хлебом, наткнулся на акцию при покупке трех бутылок Миллер, еще три в подарок. Я купил шесть бутылок Миллер без хлеба, вернулся довольно домой. То есть это еще эмоциональное все. Поэтому, несмотря на то, что кажется, что раздача подарков, бонусов, она несколько отталкивает, это все работает даже на таких трансформированных людей, как мы с вами, маркетологи, рекламщики, продавцы. Поэтому вручайте подарки, дарите бонусы. Спасибо за вопрос. Спасибо за ваше внимание. Если еще вопросы есть, в куларах можно отдельно Дмитрию будет задать. Давайте поаплодируем. Спасибо большое. Хорошего вам дня здесь. Спасибо. Теперь все знают, если что, если что, хотите консультацию Дмитрия, подарок принесите. Спасибо.